Пипец, просто трэш. Надеюсь, хотя бы в нем волос не будет. Тоже оставляет жидкость на руках, влажность, какие-то непонятные вообще ощущения, почему все так плохо. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал, и это спецвыпуск. Я сегодня была в магазине, мне нужно было купить чехол на телефон. Собственно говоря, прихожу я такая в отделе с чехлами, и просто офигеваю от того, что в отделе с чехлами продаются слаймы. Я сейчас даже постараюсь вставить видеофрагмент с полочками, где они продавались, и, собственно говоря, если я его запишу, потому что я сейчас отдельно поеду записывать этот фрагмент, потому что когда я приехала домой, я подумала, что многие мне как бы типа не поверят, что слаймы продаются в отделе как бы с чехлами для телефонов. Так вот, если у меня все успешно это все прошло, я все записала, то сейчас вы это все увидите. Так вот, я купила практически все возможные слаймы, которые там были. Смотрите, они входят в кадр. Пожалуйста, прошу выбить и жаловать. Огромные слаймы из отдела с чехлами для телефонов. У меня до сих пор как бы шок, именно поэтому это спецвыпуск. Но типа это как-то необычно и очень странно покупать слаймы в отделе с чехлами для телефонов, попсокетами и всякими другими приколюхами, которые предназначаются, но никак не для слаймов. Поэтому это очень-очень-очень интересный, наверное, будет видос со слаймами, которые там были. В общем, все эти слаймы, они по очень демократичной цене. Вот, допустим, такое большое стоит 230 рублей. И все они, кстати говоря, с такими наклейками Magic Slime с единорожкой. Почти все наклейки одинаковые, кроме одного вот такого вот слаймика. Всего я купила 6 слаймов. Давайте я их все быстренько вытащу из пакетика и покажу вам. Есть вот такой вот белый слайм, он стоит 190 рублей, и он с ароматом, я так понимаю, клубники. Почему-то некоторые баночки подписаны, а некоторые нет. Далее есть вот такой вот слайм, он тоже подписан, стоил он 230 рублей, мята. Как вы видите, довольно-таки большой объем за 230 рублей. Вот реально демократично. Есть еще оранжевый слайм, тоже стоил 230 рублей. Вот такой вот черный слайм за 190. Ну что, надеюсь, вам тоже очень интересно посмотреть, что же это за слаймы, как и мне. Не забудьте поставить лайк, если любите видео со слаймами на моем канале. Начать я хочу, наверное, с желтого большого слайма. Вот эти пока что я убираю. И делаем ставки, будет ли он классный и прекрасный, или он будет ужасный, и все такое. Здесь ничего не написано, никакой-то аромат, никакая текстура, так что давайте смотреть. Вау! Слушайте, неужели это баттер? Пипец, он разгустился. Все. Просто писяу, как все плохо. Вау, я его понюхала. Он пахнет ванилькой, и плюсом к ванильке у него есть какой-то очень, не очень аромат. Он очень разгустился, как вы видите. Мэйчик слайм почему-то такой не мэйчик. Он очень-очень-очень липкий, то есть, ну, прям вот совсем. Я очистила практически всю баночку, насколько это было возможно. И смотрите, что этот слайм из себя представляет. Он мега растаявший, очень сильно. Активатора, конечно же, мне никакого не дали, то есть, активатор не прикреплен к баночке, никак не приклеен. И продавец мне тоже его не предложил. Кстати говоря, как вы думаете, это самодельные слаймы или это какие-то китайские слаймы? Потому что нету никаких обозначений. По текстуре это слайм что-то типа оригинала, но я не могу понять, потому что пока что он активирован, не активирован, вернее. Давайте добавляем активатор. Попытаемся его быстренько заактивировать и посмотреть, что в итоге из этого получится. Все, ребят, смотрите, я полностью заактивировал этот слайм. Вот что в итоге у меня получилось. Он очень классно кликает, прям безумно. Послушайте. Просто кайф. Я уверена в том, что из него будут надуваться офигенные пузыри. Нифига у него текстура поменялась, вы видели? Оно пошло какими-то штучками, хотя сначала такого не было, когда я достала слайм. И, в принципе, если вы отмотаете чуть-чуть видос как бы типа назад, вы это увидите. Ну что, пытаемся его надуть. Как бы, видимо, нет. Ладно, давайте сделаем розочку. Посмотрим, что из этого выйдет. Выходит вот такая вот крысотка. Из плюсов. Этот слайм вкусно пахнет. И этот слайм классно кликает. И с минусом. Он оставляет какую-то влагу на руках. Это немножечко стрёмно. И мне всегда непонятно, типа, от чего это происходит. И скорее хочется перестать с этим слаймом играть. Ну, потому что, типа, влага это не круто. И из него, как вы видите, немножечко надуваются пузыри. Блин, он прям клёвый. Ну, прям реально клёвый. Я не ожидала то, что в отделе с чехлами можно купить такой крутой слайм. Мне его хочется прям закликать. Как вы считаете, это самоделка? Или это профессиональный слайм? Или это просто фабричный слайм, который сделали китайцы и прислали нам его? И, типа, ну, продают? Я вот, честно говоря, не совсем могу понять. Мне больше кажется то, что это китайский слайм. Потому что он немножечко имеет такой специфический запах. Знаете, типа, химоски, которые бывают у некоторых слаймов. Несмотря на то, что он действительно пахнет ванилькой. Ваниль перекрывает этот аромат, но всё равно он чувствуется такой вот химожный-химожный. И да, он классно растягивается. Классно кликает. И из него даже надуваются пузыри. Смотрите. Класс. Просто обожаю. Из-за того, что этот слайм оставляет небольшую влагу на руках, я ему поставлю 4 балла. Ну, а так он мне очень даже понравился. Убираем его обратно в контейнер. Кстати, кто-нибудь покупал такие слаймы или нет? Пожалуйста, напишите в комментариях, если да, то как они вообще вам понравились или нет. Ну, а я вот этого жёлтого красавца убираю в сторонку. А сейчас мы с вами посмотрим вот этот вот слайм клубника. Хотя он типа белый. Может быть, у него просто ароматизатор клубники. Он тоже magic slime, но здесь нету единорожки. Куда делся единорожка? Интересно. Вау. Блин, он пахнет какой-то аптекой. Ну да. Такой, конечно, себе запах. Он нормальный, есть аромат клубники, но поверхностно пахнет какими-то лекарствами. И текстура, по-моему, точности такая же, как и у предыдущего слайма. Всё, ребят, я полностью весь слаймик достала. Вот, смотрите, полностью опустошённая баночка. Ну, такое себе, конечно, на первый взгляд. Мне пока что не очень нравится. Тоже слайм растаявший. У него такая же текстура, немного желейная. Оставляет какую-то жижу на руках, вернее влагу. И тоже придётся добавлять в него активатор. Или не придётся, не знаю. Сейчас посмотрим. Ооо, ничего себе. Ничего себе, вот это поворот событий. Офигеть. Класс. Я решила не добавлять в этот слайм-активатор, потому что он и так как бы норм. Он очень похож на текстуру, глоссикой, блистащий и всё такое. И он классно, очень классно надувает пузыри. Я просто в шоке. Ооо, нифига, просто банка в пузыре. Вы посмотрите, когда такое было видано. У меня что, новый уровень надувания пузырей, что ли, появился? Как это вообще понимать? Я сама в шоке, не только вы. Очень клёво кликает. Прям безумно-безумно классно. И да, я не могу остановить надувать пузыри, потому что когда такое было, чтобы несколько пузырей подряд, я смогла надуть. Мне кажется, это какая-то фантастика. Погнали. Надеюсь, хотя бы в нём волос не будет. Ну что, надеюсь, вам нравятся мои мини-смр вставки. Хочу сказать следующее. Этот слайм ещё сильнее оставляет какую-то влагу на руках, нежели чем предыдущий. Они вообще у меня такие мокрые, как будто я их только что помыла. Я не знаю, у него очень приятное чувство, но слайм сам по себе очень-очень даже очень. Не знаю, какую оценку ему ставить. Вообще стоит ли ставить оценки этим слаймом? Вообще стоит ли вообще ставить оценки? Смотрите, у нас осталось ещё 4 слайма. Это мятой, чёрный, розовый и оранжевый. Я, наверное, хочу посмотреть вот этого вот чёрного красавца. Неужели у него будет в точности такая же текстура? Надеюсь, что будет баттер. Давайте смотреть. Да ладно? Серьёзно? Всё то же самое. А пахнет-то он знаете чем? Вы не поверите. Кстати, попробуйте отгадать, чем пахнет этот слайм. Я через пару минут вам скажу, запах приятный. И в принципе он даже подходит к цвету слайма. Скорее пишите свои догадки, арома этого слайма в комментариях. Но я его либо напишу где-то здесь, либо озвучу. Да почему все эти слаймы такие растаявшие? Я не понимаю. Посмотрите, как плохо очищается баночка. Очень-очень-очень плохо. Всё, я полностью очистила весь слайм. Весь слайм, всю баночку от слайма. Вот он какой глянцевый красавчик. Он очень жидкий. И я не знаю, придётся добавлять в него активатор или нет. Это флайфи слайм. Слушайте, из него так пузыри круто дуются. Вы посмотрите. Называется «Приехали». Уже весь стол чёрный. Вау. Вау. Я считаю, что этот слайм надо было называть не «Мэйджикл слайм», а «Бабл слайм», потому что на таких пузырей я давно не надувала бы посмотреть. Ого, вот это вот прям пушка. Он выходит за все просто границы кадра, какие только возможно. Выявлен один огромный минус. Слайм оставляет жутчайшие следы на всех поверхностях. Это и руки, и стол, и баночка. В общем, очень сильно прилипает. И всё такое. Возможно, из-за того, что он жидкий. Но с другой стороны, кажется, что текстура как бы такая у него и должна быть. Не хочется его заактивировать. И да и вообще, я думал, что после активации он также будет оставлять следы. Давайте это проверим. Добавляем активатор. Я это все замешиваю. Смотрим, что в итоге у меня получилось. Я полностью заактивировала слайм. Он стал немножечко плотнее, но следы он также оставляет. Жесть! Просто жесть! Вы это видите, насколько синее у меня сейчас руки? Капец! Ужасно! Не берите эти слаймы, они просто, блин. Вы посмотрите, они просто фиолетово-зелёно-синие-чёрные. Вот это попадало вам. Как мне дальше ходить с такими синими руками? Просто трэш. Я в шоке. Вот кажется, классный слайм. Вообще просто суперский. А он тебе окрашивает руки. Я даже не имею ни малейшего желания играть дальше с этим слаймом. Специально для вас сделаю розочку, чтобы вы могли посмотреть, как она будет выглядеть. Хрущу и всё такое. И просто со слезами убираю этот слайм слайм. Это отвратительно. Я ненавижу, когда слаймы красят руки. Мне сейчас реально будет бомбить. Но неужели я покупаю слайм? Неважно, сколько он стоит. Я его покупаю в магазине. И он, блин, мне красит руки. Чё за вообще? Как это происходит? Это неправильно. Так не должно быть. Это же ужасно. Вы посмотрите. Все мои руки, они синие. Пипец. Просто трэш. Этот слайм, это минус 15 баллов. Это самый ужасный слайм, который я покупал. Он настолько сильно окрашивает руки. Да у меня ни один мой самый плохой слайм, который я когда-то делала, так руки не окрашиваю. Как этот. Просто трэш. Я сейчас пойду их отмывать. Надеюсь, что у меня получится их отмыть от этого ужасного, стрёмного, чёрного слайма. Всё, я пошла. Всё, ребята, и наконец-таки снова вместе с вами. Для вас, конечно, это была одна секунда, но я отмывала руки, наверное, на протяжении минут 10. Сейчас они хотя бы более-менее выглядят адекватно. Всё равно вот эта рука ещё немножечко синяя. Не знаю. Надеюсь, вам видно. Короче говоря, просто ужасно. Никогда не берите чёрный слайм, особенно если вы не знаете, что это за слайм, кто его сделал, какой там краситель. Иначе у вас есть шанс превратиться как минимум в Халка, хотя Халк не зелёный. Короче говоря, руки красят они не по-детски, так что будьте аккуратны. А теперь давайте посмотрим вот такой вот маленький розовый слайм. Он стал 150 рублей. Надеюсь, хотя бы он не будет красить руки. Потому что давайте на него возглянем. Фу, лучше бы я его не нюхала. Вот у него нету совершенно никакого ароматизатора. Реально отвратительно воняет. Вообще так пахнет, как будто слайм в стух. Очень мерзко. Надеюсь, хотя бы в нём волос не будет. Тоже оставляет жидкость на руках. Влажность. Какие-то непонятные ощущения. Почему всё так плохо? Да ладно, по консистенции, по текстуре, если всё то же самое. Я вообще думала, что все эти слаймы, они будут баттеры. Либо баттеры и оригиналы. Я специально брала слаймы все в разных баночках, разного цвета. И всё такое, но пока что все четыре слайма, они одинаковые текстуры. И да, они по-разному пахнут. Но у меня здесь какой-то как бы типа волос. Странно, у нас ни у кого нету чёрных таких вот волос. Или это даже шерсть. Капец. Вот волосы в слайме, это вообще не круто. Мне как бы пофигу. Но всё равно какое-то прям противное ощущение. Типа волос в слайме селила. И воняет он ужасно. Просто ужасно. Давайте послушаем, как он кликает. Знаете, кликает он хорошо, но что не слайм, то какой-то шок. То слайм окрашивает. То слайм супер жидкий. То ещё что-нибудь. Вот этот слайм очень сильно воняет и в нём есть волосы. Как бы, знаете, такое себе, конечно, впечатление о нём. У нас остались ещё два вот таких вот слаймика. Слайм мята и просто оранжевый слайм. Наверное, сначала посмотрим на слайм мяту. Будет ли он действительно пахнуть мятой? Ммм, интересно. Сначала я его, конечно же, понюхаю. Блин, реально пахнет мятой. Неужели они в него добавили зубную пасту? Серьёзно, он просто такой жидкий, как будто его разгущали. Всё очень плохо. Всё супер плохо. Он пахнет мятой. Да, класс, просто супер. Я даже баночку не могу спокойно очистить, потому что всё везде прилепляется и всё такое. Всё, ребят, смотрите, вот что в итоге у меня получилось. Я очистила контейнер, насколько это было возможно. Теперь давайте смотреть на сам слайм. Но здесь явно нужен активатор, как ни крути. Так что добавляем. Надеюсь, хотя бы в нём волос не будет. Ну что, как-то так он кликает. Мне кажется, достаточно неплохо, даже прям хорошечно. Я бы поставила данному клику все 5 баллов. Но запах, он не очень хороший. Я вот сижу и просто хочу побыстрее убрать этот слайм отсюда, потому что он настолько противно пахнет. Есть, конечно, аромат мяты, но он так перекликается с каким-то ароматом тухляка. Давайте попробуем надуть пузырь. Нифига себе, вы слышали этот звук. Он был мега странный. Да, видимо, пузыря не будет. Ну, как-то так. Я считаю то, что эти слаймы не очень. Даже несмотря на то, что у них очень низкая цена, я бы не стала советовать вам их покупать, если их где-то увидите. Я бы даже вот прям, мне хочется их обратно в магазин сдать. К сожалению, такое невозможно. Типа у меня нету никаких веских причин. Даже не могу сказать, у вас слайм невкусно пахнет. А, да, конечно, давайте мы его вам заберем. Такого, к сожалению, не будет, но если бы так было возможно, я бы так и сделала. Потому что, реально, я явно этими слаймами играть больше не буду. Мне они не зашли, у них не очень прикольный запах. Единственный слайм, который мне понравился, это желтенький. Он вполне себе нормально так пах и был по текстуре, ну, норм. После того, как я его активировала, а вот все остальные, ну, такое себе. Кстати, напишите ваши впечатления об этих слаймах. Ну, а я, наверное, закрою этот слайм как-то вот так вот, да, вот закрою, закрою, закрою. Убираем сначала. Теперь закрываем. Смотрите, у нас остался финальный слайм на это видео, который уже весь испачканный, как бы в другом слайме. Но ничего страшного, давайте его открывать. О, да, конечно же, он тоже растаян. Это прям неудивительно. Слушайте, пахнет вкусно. Точно так же, по-моему, как и вот этот слайм какой-то ванилькой. Да. Это явно не то, что я хотела получить. Где мои баттеры? Почему не тебе написано текстура слаймов? Почему не все вот такие вот супер жидкие? Это не законно, надо писать текстуру слаймов. Магазин, конечно же, ты не посмотришь, не откроешь. Тебе никто это не разрешит сделать. Даже понюхать не дадут. Печаль, беда. Давайте слушать, как кликает это существо. Почему он такой жидкий? Почему у меня тут все заряпывалось? Почему у меня трясется камера? Как всегда есть вопросы, а ответов нет. Сорян, сорян, больше камера не будет трястись. Вау. Это было максимально эпично. Снова придется добавлять активатор. Слушайте, ну прикольно. Прикольно кликает, как и все остальные практические слаймы, которые сегодня были. От этой прекрасной фирмы. Магический слайм. Ну явно, вот эти вот единорожки, они не порадовали. Почему? Почему? Я думала, что это суперкрутые слаймы, а получилось как всегда. Вот этот, кстати, вполне себе такой неплохой. Прям годненький вкусно пахнет, хорошо кликает. Ну вы понимаете, да? Там все дуется, все тетится. Он даже очень круто кликает, прям бомбезно. Я нашла фаворита в этом видосе. Это вот этот слайм. У него самый приятный запах из всех. Самый-самый-самый. И только что это был мега фейл. Ого, прикольно. Просто фейлы со слаймами. Ну это залипательный выглядит. Давайте придумаем, ой, придумаем. Давайте приклеим еще раз слайм на упаковку. Посмотрим, как он будет отрываться. Просто залипаловка, залипаловка, залипаловка. И я смогла это сделать. Я очистила всю крышечку. Даже с внутренней стороны, вы представляете? Кстати говоря, он мега глянцевый. И он мажется. Шутка, он не мажется, конечно же. Ну что, вот он, фаворит в этом видосе. Он самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый топовый из всех. Давайте еще раз послушаем, как он кликает. Я просто не могу оторваться, чтобы вы понимали. Я решила с вами поделиться этим безумным кликанием. Ну что, ребят, вот такие слаймы мы сегодня с вами посмотрели. Слаймы из отдела с чехлами для телефонов. Да, как бы странно это ни звучало. Я не советую вам их. Они реально, ну, такие себе. Как бы самые нормальные слаймы это оранжевый и желтый. А все остальные, как бы, вообще полный треш. Особенно вот этот черный, который мне настолько сильно окрасил руки, что я просто бомбила. Хорошо, что это не вставлено. И вы не слышали, как я бомбила. И все такое. В общем, да, как бы лучше не рисковать. И вот эти слаймики не покупать. Даже несмотря на то, что они реально по выгодной цене. Они даже, можно сказать, дешевые. Такой объем-то за 230 рублей. Не везде встретишь. Скорее делитесь вашим впечатлениям об этих слаймов. Какие вам понравились. Какие вам совершенно не понравились. Купили бы вы себя такие или не купили. Мне будет очень интересно почитать. Ну, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Увидимся с вами совсем скоро. До скорости. Всем пока.